Я все время нахожусь в поиске и как-то я узнал о существовании благотворительных магазинов, реальных. То есть это то, когда люди приносят свои вещи в магазин и магазин реализует их всю прибыль, вселяя на какие-то благотворительные цели, ну либо часть средств прибыли. Собственно говоря, можете обратить на статус, я сразу начал думать, как эту идею воплотить. Но я не вещичник, я не дизайнер, то есть о реальном магазине я не думал, я подумал, как сделать супермаркет в сети, то есть каким образом. И передо мной стал вопрос, то есть каким образом свести покупателя и продавца, то есть в виде интернет-магазина. И ко мне пришло решение, это компания Groupon, система, когда человек, заходя на сайт, покупает, оплачивает товар, покупает купон и товар обменивает уже в пункте, где на самом деле товар услугой продается. То есть ну что такое Groupon, да, то есть это скидки, это скидки 50-90% и вообще, ну как бы это общество потребителей, да, то есть это главная мотивация, каждый из нас, ну купоны и скидки были и раньше, и каждый из нас готов задобраться. И подводя вот эти факты, то что это решение ко мне пришло, я понял то, что есть и другая мотивация для человека. При покупке, то есть есть возможность покупая, помогать. То есть в чем суть благотворительности? Вот так выглядит витрина сайтов скидочных сервисов. То есть я предлагаю вместо скидки будет предложена стоимость, которая будет переводиться, отчисляться на благотворительные цели. И этот слайд о том, что будет продаваться в магазине. То есть в принципе это будет виртуальный купон. То есть человек будет покупать купон на любые товары, услуг, товары и уже далее обменивать их в магазине. То есть цена образования сервиса, фишка в том, что на скидочных сайтах стоимость ниже, а в сети благотворительных покупок цена будет такая же. То есть мы будем договариваться с продавцами, закладывать сумму на эти благотворительные средства. Вот так выглядит купон одного из сайтов с коллективных покупок. То есть оформляя заказ и оплачивая товар на сайте, вам приходит электронный точный купон с номером специальным, с которым вы приходите в магазин и оплачиваете. То есть как это работает процесс получения товара. То есть суть идеи в том, что человеку дать дополнительные возможность, то есть при любой покупке человеку будет предлагаться совершать ее с помощью этого сервиса. Ну вообще любой ряд услуг, пользуясь этим сервисом, глобальным. То есть вы хотите купить продуктов, вы зашли, оплатили, выбрали и так далее. То есть здесь уже идет слайд о том, как этот проект будет работать изнутри. То есть я вижу этот проект как коммерческую организацию, ну устроенную, да, то есть по такой же системе, как группон. То есть там будут работать продавцы, но это будет и публичная компания, поэтому все какие-то благотворительные акции и люди, которые будут работать с благотворительными фондами, они будут действовать и показываться открыто. И поэтому, чтобы этот сервис работал глобально, я считаю, что его и нужно запускать тоже в таком ключе, поэтому для теста я здесь, чтобы понять и протестировать. В общем-то у меня есть уже предварительные договоренности с продавцами. То есть и что дает продавцу этот сервис? То есть вот она кнопка лояльного покупателя, ну и также продавец получает продажи, прибыль. То есть мы не работаем, мы не будем работать как скидочные сервисы, когда они в себестоимости или там по нижней цене делают скидку, мы будем договориться делать такие условия, чтобы компания получала прибыль. Ну люди получают сервис, дар покупают, помогают. скидочные сервисы, шопинг-гид, и это в глобальном понимании. И, ну, унижающие люди, ради чего этот проект и создается, они будут получать помощь. Я изучал о том, как работает группон, и один создатель группон в России в одном министерии сказал, что на вопрос о том, что стоит делать сейчас, куда стоит вкладывать, да. Ирина Маслова, она сказала, что она верит в какие-то реинкарнации систем группон, это бизнес-модели, но не нишевых там скидочных сервисов, а именно с другой стороны. То есть, подойдя к этому вопросу. Ну а от тест-кэмпа я хочу получить тестовый вариант, чтобы у меня получилось сделать тестовые покупки, тестовые продажи, чтобы собрать какую-то статистику и понимать, что нужно сделать, чтобы этот проект запустить. Это последний минутатый слайд, там он на первый пошел. Данадцатый слайд говорит о том, что все наклеившиеся здесь люди в зале, я хотел бы обратиться, чтобы имя. То есть, благозин – это тестовый вариант. Мало того, что у меня были еще несколько вариантов, я там делал голосовку вся на стене, и один человек даже, там придуманное название, он скупил его, начал спекулировать и так далее. В общем, хочу попросить, если какие-то будут варианты, заходите на Recru, можете мне посоветовать, как это будет все называться.